Тема урока «Однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией и пунктуация при них». Вспомним, что однородные члены – это такие члены предложения, которые выполняют одну и ту же синтаксическую функцию, связанные с одним и тем же членом предложения, отвечают на один и тот же вопрос. Однородными могут быть подлежащие, сказуемые, дополнения, определения обстоятельства, то есть любые члены предложения. Однородные члены предложения могут быть выражены словами одной или разных частей речи, могут быть распространенными и нераспространенными. В одном предложении может встретиться несколько рядов однородных членов. Однородные члены предложения связываются с помощью сочинительных союзов и перечислительной интонации или только при помощи интонации. Пунктуация при однородных членах, связанных союзами, это тема других уроков. Сейчас же поговорим об однородных членах, связанных только перечислительной интонацией. Итак, между однородными членами предложения, связанными только интонационно, обычно ставится запятая. В таких предложениях часто можно подставить союз и. Например, березы, сосны, ели, мелькали за окном вагона. Сравним. И березы, и сосны, и ели, мелькали за окном вагона. Вот еще пример. Ласточки, грачи, дрозды, жаворонки, соловьи осенью улетают на юг. В этом предложении также с успехом можно подставить союз и между однородными членами. Запятая, конечно, наиболее распространенный знак припинания, отделяющий друг от друга однородные члены. Но кроме запятой, в предложениях с однородными членами иногда могут ставиться точка с запятой и даже тире. Точкой с запятой разделяются распространенные однородные члены, связанные интонацией перечисления, особенно если внутри них уже есть запятые. Например, вдоль оврага по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями, по другой стороне пять-шесть сосновых исп с тесовыми крышами. Еще пример предложения, в котором ставится точка с запятой между распространенными однородными членами. Здесь были люди из города и из станиц и хуторов, задержанные по подозрению в том, что они советские работники, партизаны, коммунисты, комсомольцы, люди, поступком или словом оскорбившие немецкий мундир, люди, скрывавшие свое еврейское происхождение, люди, задержанные за то, что они без документов и просто за то, что они люди. Тире ставится, если однородные члены противопоставляются друг другу и между ними можно вставить союзы а или но. При прочтении на месте предполагаемого союза делается интонационная пауза. Например, не рыбачий парус малый, корабли мне снятся. А теперь вставим в предложение союз. Не рыбачий парус, а корабли мне снятся. Еще пример. Стрелять в лебедя не просто преступно, подло. В данном предложении на месте тире также легко можно подставить союз а. Давайте обобщим информацию. В простом предложении однородные члены иногда могут соединяться только при помощи интонации перечисления. Часто между однородными членами можно подставить союз и. В таком случае на письме разделяем их запятой. Если однородные члены распространены, в их состав входят обособленные члены, внутри них уже есть запятые, разделяем такие однородные члены точкой с запятой. В том случае, когда однородные члены противопоставлены друг другу и между ними можно вставить союзы а или но на месте интонационной паузы на письме необходимо ставить тире. Субтитры сделал DimaTorzok